В ближайшее время премьеру Марису Кучинскесу передадут 9 тысяч подписей. Все они в поддержку социального центра Калкуны в Даугавпилсе. Его собираются закрыть. В этом пансионате сейчас живут 60 детей, большинство из них тяжело больные. Если их переведут в другое место, родители, говорят, не смогут навещать. К тому же работу могут потерять 160 сотрудников центра. Мария Андреева отправилась в Даугавпилсе. Вот ее репортаж из Калкуны. Первый дом ребенка в Калкуне был основан еще в 1927 году. Тогда дети жили в этой старой усадьбе. Сейчас здание пустует, а рядом в шести связанных между собой корпусах располагается социальный центр. Как говорят сами работники, это место для особенных детей и особенных взрослых. Большинство из них живут тут с младенчества. Они такие дети с изюминкой. Серьезно? Да. Потому что они, ну, каждый по-своему. Ну, и, как говорится, каждый свой подход. И они к нам привыкают, и мы к ним привыкаем. Ну, конечно, они такое. Ну, как это сказать? Ну, вот они такие интересные, как и дети. То есть, если на улице таких детей боятся, все входит в сторону, и кто-то тыкает пальцем. То, как говорится, сюда прийти, да, первых пять минут, как-то страшновато. А потом они все летят обниматься, с тобой сразу знакомиться. Экскурсия по корпусам. Таких комнат разной направленности в центре пять. И это, кстати, единственное место в Латвии, где они вообще существуют и работают. Дети в центре находятся под круглосуточным присмотром. Иначе нельзя. Большинство из них не способны жить самостоятельно. А ухаживать за ними могут только специалисты. Число тех, кто живет в центре, сокращается. Поэтому Министерство благосостояния предлагает два варианта. Найти детям приемные семьи или вернуть их родителям. Второй вариант — перевезти детей в центр в Балдене. Конечно, мы за то, чтобы дети жили в семьях. Но мы не найдем таких семей. Дети очень тяжело больные. Очень тяжело больные. И им там сегодня, в этом центре, есть все условия. Заступиться за центры пытаются не только представители самоуправлений, но и местные жители. Мы собираем одежду, подарки, игрушки, констовары. И как волонтеры от нашей группы представительное лицо едет туда и передает это все деткам. Поэтому мы имеем связь, скажем так, с этим центром. 9 тысяч подписей, которые удалось собрать инициативной группе в поддержку «Колкуны», будут отправлены вместе с открытым письмом премьеру Марису Кучинскису, депутатам парламента и министрам. Почему дети с этого центра должны быть переведены в Балдене? Чем Балдене лучше, чем Даговпилос? В Латгале это единственный центр, который может оказывать такую услугу. 5 августа, когда сюда приедет министр благосостояния Янис Рейерс, самоуправление, работники центра и жители еще попытаются его переубедить. Если не получится, центр будет работать еще до 2019 года.